Они трудились и в пандемию. Новые автобусы скоро появятся на дорогах Мурманска. Обновление подвижного состава проводится регулярно. Ведь главная задача электротранспорта не просто возить пассажиров, а делать это качественно и безопасно. Четыре новых автобуса марки МАЗ уже стоят в Мурманском депо. Сейчас транспорт проходит необходимые осмотры и уже к концу недели выйдет на линию. Новые транспортные средства Минского завода адаптированы для маломобильных групп населения. А также оснащены системой ГЛОНАСС, навигацией и непрерывной связью с диспетчером. Новейшие автобусы, других лучших автобусов сегодня в Российской Федерации нет. И когда я разговаривал со специалистами, конечно, важен не только комфорт пассажиров, которые обеспечивают эти автобусы. Конечно, очень важны еще комфортные условия работы водителей. Потому что это люди, которые отвечают за безопасность. Конечно, они не должны чрезмерно уставать на своей работе по нашим тяжелым условиям и погодным, и географическим. Когда большие перепады высот, затяжные подъемы, спуски. Обновление автобазы – постоянный процесс для электротранспорта. Каждый год все больше современного транспорта появляется на дорогах города. На сегодняшний день таких автобусов в Мурманске уже около 70. И эти четыре МАЗа станут не единственной покупкой в 2021 году. В мае мы покажем абсолютно новую модель троллейбуса. У нас образовался новый троллейбусный завод примерно год назад. И вот троллейбус номер один, я думаю, что он достанется нам. Конечно, не только в обновлении транспорта нуждается предприятие. Молодых специалистов также здесь очень ждут. Недавно был подписан договор с МАГУ и МГТУ, чтобы их студенты проходили практику на электротранспорте. Также давнее сотрудничество связывает городское предприятие с индустриальным, строительным и кольским транспортным колледжами.